Итак, ребят, я наружусь в Бразилии, я развелся в самый дешевый, наверное, постел в Сан-Паулу, в районе Сан-Тана. И, в общем-то, я живу здесь уже несколько дней, но видосов не делал вообще. Сейчас я иду в магазин, чтобы, наверное, сдать бутылку. Давно не занимался этим, прямо с самого детства. Собственно, в чем смысл сдать бутылку? Здесь есть такая Coca-Cola с возвращаемой бутылкой. Ты платишь за нее 6,75 вместо обычных 10 реалов за 2 литра. Ну, типа, рублей 200 это, если 10 реалов. 200, может, чуть больше. И, в общем-то, ты покупаешь ее за 6,75, но к этим 6,75 ты должен еще купить тару. Это такая мощная бутылка, которая используется много раз. Ее, наверное, моют, но этикетка такая уже достаточно похарканная, как будто бы, ну, такой, знаешь, типа, не ликвид. Вот. Тебе просто пробивают в чек 4 реала, и получается не 10.10, как за невозвращаемую бутылку, а 10.75. Ну, в общем-то, эти 4 реала, вот с этой бутылкой, это мощная бутылка с пробочкой 6,75, в общем-то, значит, эти 4 реала гарантия того, что ты придешь снова в магазин и либо возьмешь точно такую же бутылку с газировкой, либо просто сдашь ее обратно и купишь, ну, в смысле, и получишь 4 реала. Вот, это все. Вот, в общем-то, этим я сейчас и иду заниматься, ну, может быть, куплю что-нибудь еще покушать и сделаю небольшой обзор магазина, магазина. Так, а магазин у нас, мы до него еще не дошли, ну, маленького супермаркета. Короче, и вот у нас супермаркет. В общем, я немножко покажу цены, я думаю, это было бы многим интересно, но... В общем, здесь у нас хлеб, в общем, если пересчитывать реалы на деньги, ну, то есть я бы округлил до 20 рублей, а 1 реал это 20 рублей. Это вот столько, сколько у них тут хлеба лежит, всякого разного. И по 200 рублей, и дороже. Вот, есть всякие там нарезочки. Я, мне кажется, брал... Что-то дешевое. А, вот. Которое сейчас стоит 7,49. Вот, это хлеб. Значит, всякие тут... Вообще, вот, чтобы никого не занимать пересчетом, сколько бы это стоило, здесь всякие джемы есть. Джемы. Чтобы, вот, в общем, примерно по ценам примерно так же, как и в Москве, если покупать, может быть чуть дороже. В общем-то, такие себе небольшие лавочки. Все. Тут у нас, значит, можно взять яиц, то есть если мы берем 20 яиц, то это 13 реалов, это значит где-то 200, 200, сколько там, 60, 260 рублей за 20 яиц. Это получается, то что, по сколько? По 10 рублей яйцо, 10 с чем-то. Вот. Ну, это самое дешевое, что удалось найти. Ну, обычные яйца. Кстати, завершиваю, тут непосредственно только сам работник по зданию, работник по зданию, никто больше, то есть ему приносят, и он сам все отбивает, видимо, чтобы никто не смуклевал. Тут у них всякая выпечка, которая готовится прямо здесь, и, значит, разные ряды с кетчупами. В общем, блин, все как в России, то есть на самом деле, тоже из интересных вещей, я как-то давно в Южной Корее, вместо того, чтобы купить масло для жарки, купил вот такого же красивого дешевого уксуса. Ну, где он? Вот. Вот, например, 2,20. Прекрасный ценник для масла, то есть типа 40 с чем-то рублей за 750 миллилитров, но это уксус. В общем-то, в большом количестве уксуса я просто погарил тогда яйца, и больше этим уксусом не пользуюсь. Такой я не один, это в уксусе там на, в общем-то, общей площади, где, ну, в общем, шкафу, который оставляют все, что не израсходовали, что не нужно, Уксуса, бутылка уже стояла далеко не одна, то есть я, в общем-то, не один такой. А масло, масло продается в другом месте, да, вот, по-португальски. Винагре, винегр, в общем-то, это то, что, это то, что уксус. Вот, а теперь мы дойдем до самого уксуса. Так, ой, до самого масла. Печеньки, кстати, вот вообще в супермаркете, они тут тоже не сильно дорого стоят, ну, то есть более-менее адекватно. Если покупать в каких-то маленьких магазинчиках, то там они вот за какую-то маленькую упаковочку могут стоить, ну, и Типа сто рублей там шесть печенок будет, и больше могут стоить, ну, вообще, то есть вот в этих маленьких забегаловках, Это, знаете, вроде как такие кафешечки всякие. Там все реально дороже стоит. Ценники не фиксированные, в общем-то, в разных местах, может быть, стоит. Ну, в общем-то, все вкусняшки там можно покупать достаточно по приемлемым ценам. Вот, значит, 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 это у нас тут вкусняшки, а мы вспоминаем, где у нас лежат, где у нас лежит масло. Так, для любителей вермишелек, где-то тут у нас были вермишельки, вермишельки, где они, где-то я еще вермишельки видел. Так, где-то, 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 нет, это не то. А, вот они, вермишельки. Значит, самая дешевая вермишелька, она стоит примерно 30 рублей. Вот. Это не то же самое, что роллтон, то есть, в общем-то, они 85 грамм. Если бульона нет, то вермишельки не очень вкусные. Ну, в том смысле, что, в общем, наши роллтоны российские, просто заваренное тесто без приправы, значительно вкуснее, чем то, что они продают вот по 1.7. 1.7. Вот. Но, в принципе, есть можно. Главное, это заварить чем-то. И мы идем потихоньку двигаемся к маслу. Вот оно, дешевое масло. Вот оно, 5.99. Самое дешевое масло. Ну, наверное, 120-140 рублей где-нибудь так. Стоит самое дешевое масло за 900 миллилитров соевое. Вот. И пишется оно как с полио. Вот. Кстати, ну, другие тоже соевое масло. Просто, например, вот это за 6.39. По ощущению, когда на вот это вот не было скидки, брали чаще, несмотря на то, что вот это вот стоило дороже. То есть, ну, видимо, больше либо конкретно это масло. Вот. Олео это масло. Динагр. Это у нас уксус. Ну, и всякое такое. Вот. И мы дойдем до интересного места. То место, куда нам, собственно, надо было заглянуть, чтобы показать. Значит, вот всякие там газировки. Здесь вот написано примерно, в общем, идея такая, да, что это... Retourneval. Retourneval, да. В общем-то, написано, что эту бутылку можно вернуть. Но для того, чтобы тебе эту бутылку выдали, тебе нужно заплатить 10.79. А не 6.79, как это предлагали. И, в общем-то, она стоит 10.79. А здесь это стоит 10.05. Можно взять такую, можно взять всякую. Ну, какая тебе нравится. Кстати, похожая тема есть с бутылками. А вот такими. То есть, литровая стоит 7.99 в стеклянной бутылке. Это и кола, это и фанта. Вот. Но он тоже возвращаемая. Тоже возвращаемая. Тоже придется заплатить сначала полную цену, а потом полцены вернуть. Хотя, кстати, получается 3.99.7. Ну, здесь немножко подороже, чем брать в пластиковой. Бутылки. Собственно, пойдем посмотрим, что у них тут есть еще. Всякие тут газировочки, холодные. Кстати, да, есть вот просто холодильнички есть. То есть, если ты можешь взять просто не из холодильника, а можешь взять не из холодильника, а прям холодную газировку. Ну, по-своему, круто. С другой стороны стоят всякое пиво, энергетики. Вот. Всякая другая ерунда. Вот. Ну, а там дальше по стеллогам стоят бутылочки с алкоголем. Вот. А в конце ряда есть мясо. В конце ряда есть мясо. Давайте посмотрим, сколько стоит мясо за килограмм. Просто тоже любопытно, сколько же оно стоит. Чего у нас тут пишут? Так. 24, 15. Чего у нас? Я даже не понимаю, что это такое. 24, 15. Ага, вот она, курица какая-то, 12, 10, то есть, примерно по 240 рублей за килограмм. Какое-то мясо, значит, по 400, какие-то 50. Да, ну, наверное, говядина, раз она тут вместе с говядиной лежит. Вот. Написано, когда она выпущена. Ну, в смысле, наверное, забита или, может быть, когда ее привезли. Вот. Ну, и тут есть всякая заморозка. Вот, вот, вот. И вот у меня теперь вопрос. Взять мне новую бутылку или не стоит? Наверное, все-таки сдам бутылку обратно, но надо вместо нее что-то взять. Что-то вместо нее надо взять. Хороший вопрос, что? Хороший вопрос, чего? Кстати, есть еще интересный момент. Здесь вот такая табличка висит, на которой написано, что обслуживают вперед тех, кому за 60 беременных, инвалидов, мам с детьми и, что, полных женщин или полных людей и каких-то галстуков. Ну, в общем, по картиночкам, если верить. Если верить, то по картиночкам примерно так. Кстати, обратите внимание, что, в общем, все складывают в огромное количество пакетов, если у вас много товаров. Пакеты конкретно в этом супермаркете точно раздают бесплатно. Вообще ничего платить не нужно. Подходим к кастин. Смотрите. В общем, как оказалось, бутылка сама не то чтобы невозвратная, но работает это немножко не так. Значит, чтобы эту самую бутылку вернуть, нужно взять опять газировку точно в такой же бутылке, ну и соответственно ее вернуть. Ее вернуть, просто получить скидку на покупку другого продукта, любого другого, так не работает. В общем, вы иногда купили себе тару, которой будете пользоваться бесконечно, пока она у вас не потеряется, наверное, или пока вы ее куда-нибудь не выгинете. Вот, так это работает. Я думал, что ее можно прям вернуть-вернуть будет, но нет, так нельзя. Вот, но на самом деле там разница на 0,7 реала в цене и даже в рамках двух бутылок, мне кажется, это уже выгоднее. То есть, за одну мы заплатили 4 реала, а за вторую мы уже 4 реала не платим. И уже по 60 день. Хотя, надо сказать, что если вы небольшой фанат колы, то, наверное, вам эта бутылка не нужна. Потому что какую-нибудь простую газировку за те же самые 2 литра местного производства, ну, какую-нибудь, какую-нибудь, можно взять за 4,70, за 5,6. Ну, в общем-то, с пластиком, который никуда нести не надо. Вот такие дела. Ну, в общем-то, вот так. Спасибо.